не знаю я точно когда я вернусь в этот город но я наверное вернусь но в любом случае у нас сейчас начались довольно серьезные перебои с работой поэтому на этой неделе я вот съездил один раз далее нью-йорк взял нью-йорк в общем похоже на то что второй поездки на этой неделе у меня не будет хотя на сто процентов я не уверен но вполне это все возможно поэтому решил я заснять в бруклине днем разворачиваю камеру посмотрим что мы видим днем постоял я сегодня уже несколько часов здесь вот и понаблюдал я картины конечно в общем в общем постоянно все ходят в масках но вы сами все можете увидеть людей немного на улицах как видите я сказал в ночном репортаже о том что такое ощущение что этот город знаете вот он оставлен как бы на произвол судьбы несмотря на то что вроде здесь чё-то копошатся и чё-то там делают но по в итоге все равно ощущение что город переболеет конкретно возможно возможно переболеет основная масса народа ладно в общем давайте поедем я вот так вот по блатному стою навстречки кому сейчас легко повернуть здесь направо там буквально несколько несколько сот метров и будет я буду пересекать опять бродвей так как на бродвее там низкий мост там идет проходит железная дорога не железная дорога ветка метро наземная поэтому лучше пересечь это место здесь здесь по крайней мере грузовик проедет грузовик проедет а дальше я постараюсь немножко попетлять немножечко попетлять ну и выйдем мы с вами и выйдем мы с вами из этого города в данном случае опять через мост вера за на потому что в данном случае мне так удобно ну я еще ни разу не снимал этот путь с камеры которая находится на крыше а там есть интересные места поэтому поедем через мост вера за на еще раз повторю вы можете сравнить то что вы видите вокруг себя сейчас с тем моим репортажем которые я снимал здесь в этих местах до пандемии ну как бы честно говоря единственная разница это то что люди уходят в масках а так та же грязь он там вот впереди я вижу магазин в котором продаются фрукты фрукты лежат на улице сейчас проедем и посмотрим если их как-то там защитили или что мешает человеку который заболел полапать эти фрукты почихать там как следует ну я не вижу никакой никакой защиты никакого целлофана ничего вон лежат фрукты лежат вроде бы с преступностью в этом городе стало полегче сидя дома хотя с другой стороны запросто можно грабить банки все в масках тут и так особо никто не 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 будет искать а сейчас совсем не знаю насчет преступности это как бы мнение мнение людей которые здесь живут поэтому оставим это мнение ну как сказать на их совесть я его озвучил но если вдруг кто-то живет в Нью-Йорке у него другая статистика то напишите в комментариях так я обещал попетлять значит здесь у нас одностороннее движение налево нельзя повернем налево чуть дальше но тоже я когда буду проезжать я посмотрю если там нормально если можно повернуть вы ж не забывайте у меня тут 20 а надо кстати померить мой розовик по моему 23 или 25 метров сегодня выставил первую часть ролика из Монреаля то что мы снимали с Катей вот до того как начал ехать читал ваши комментарии вот люди сказали город им не нравится но по крайней мере чистый я с этим согласен вот Нью-Йорк мне не нравится и еще и грязный если сравнивать Нью-Йорк и Монреаль то Монреаль гораздо выгоднее выглядит так повернем при спущеные флаги ну да есть причина приспустить флаги а я забыл сказать прошу прощения сейчас у нас без 5 10 естественно утра не буду я сейчас говорить про количество заболевших единственное могу сказать в этом городе в Нью-Йорке количество заболевших уже хорошо перевалило за 230 тысяч это в одном городе так что лучше я себя чувствую находясь в грузовике вчера пришел дезинфицировал тут все и колеса в общем весь самокат и себя и обувь и даже лицо попшикал спиртом на руки вымыл руки хорошо а потом вот руки были в спирту еще и лицо протер ой короче говоря так нам тут надо повернуть направо поэтому поворачивать будем с этого ряда или поехать прямо ладно давайте я еще прямо проедусь знаете такое как бы настроение немножко не воодушевленное поэтому особо в голову сейчас ничего не приходит что можно тут прокомментировать поэтому посмотрите без моих комментариев оно возможно даже и лучше еду я не спеша все прекрасно видно видите машин мало людей мало вот вам и Нью-Йорк сказать что это хорошо это это торг примерно на пол было люди ходят в таких знаете маски на лице вроде белые но они такие грязные я не знаю они их вообще как-то стирают или или как короче знаете вот ощущение что людей все-таки за загнали дома надели на них маски и мир уже будет совсем другой эксперимент эксперимент продолжается о тут какой-то парк это хорошо парк это хорошо так вот эксперимент продолжается я так считаю я так вижу что у организаторов эксперимента вполне удается удается добиться того что хотели да сегодня я читал где там были беспорядки в южной осетии или в северной или где там в южной по моему извиняюсь я не очень в курсе если есть северная осетия южно по-моему южная да южная осетия северной нету это я это я фигню какую-то сморозил в общем беспорядки в южной осетии люди устали сидеть дома чем могу сказать это только наши люди могут беспорядки я могу представить здесь конечно тоже есть появились люди с плакатами но гораздо скромнее они протестуют по крайней мере пока но дело в том что здесь карантин начался гораздо раньше чем чем у вас поэтому здесь вот народ еще молчит ну или если они не молчат то так знаете скромно скромно что-то там пытаются сказать в южной осетии они устали много прав свобод у вас много здесь не по выпендриваешься так мне бы конечно бы сейчас где-то повернуть направо так чтоб удачно там дальше есть улица пошире я смотрю к примеру вот проезжал улицу не это это с односторонним движением но предыдущая я там повернуть мог вот здесь я тоже могу повернуть нет тут не факт не факт слишком близко машина к перекрестку может быть не ну принципе должен но еще неизвестно потом там что будет поэтому поеду я лучше чуть дальше там вроде пошире улица все масках я смотрю здесь люди тоже поношили маски например монреале я не вижу людей самошитых масках здесь я уже вижу почему собака без маски бежит щенок щенок без маски вон тетка идет двух детей на коляске двухместные везет да вот вам бруклин нью-йорк нью-йорк гнилая столица мира знаете а че-то мне вот как-то даже жалко всех этих людей все-таки нету какого-то знаете вот чувства вот в комментариях я много читал что типа за все злодеяния которые америка совершила в общем все такое а я не знаю я вот смотрю и че-то мне жалко потому что по сути знаете чего я вам так скажу потому что вот эта вот женщина которая идет с собачкой но вот она никаких злодеяний не совершала а страдать именно этим людям предстоит вот поэтому у меня нет какого-то ну какого-то такого знаете чувства что бумеранг прилетел и порадоваться чему радоваться людей все равно жалко так тут мы повернем с вами видите тут перекресточек посвободней фултон стрит такая грязище вот он убирает и все равно грязище видите хорошо мы здесь проехали вот здесь вот очередь в банк вот это с левой стороны все было очередь в банк вот это я так понимаю дальше тоже продолжается очередь в банк это интересно для чего за кредитами за пособиями вроде вроде действительно начали что-то тут выдавать какие-то пособия может за пособиями но я не буду здесь фантазировать то есть это как бы я оставляю на вопрос не отвеченный без ответа просто констатирую факт что была очередь в банк а уж для какой цели рассуждайте логически не хочу спекулировать каким-то мнением в котором я не уверен что еще хочу сказать знаете вот читал все ваши комментарии по поводу мунреале Монреаль же еще выглядит очень даже неплохо по сравнению с смотрите знаете если конечно сравнивать с вашими городами вот люди пишут что Монреаль выглядит как как какой-то уездный город город Н ну куда ты собрался так вот это я не вам это я человеку который там переходить собрался так вот в Монреаль вроде выглядит как уездный город ну да ну понимаете если я вот нахожусь в основном здесь в Нью-Йорке то для меня уже как бы визуально я уже привык к говнищу и поэтому там где уже чистенько вот уже как-то знаете вроде и приятненько поэтому все познается в сравнении для меня уже Монреаль не настолько плох ну а вот видите для вас для вас плох так вот Нью-Йорк это вообще город который ну вот он просто вот запустение в какой-то приходит и сейчас еще хуже будет сейчас будет еще хуже в общем свидетели мы с вами падение империи на американском континенте что у них тут они наверное всяким гранитом торгуют посмотрите на с левой стороны за перекрестком все все в граните и разные куски там но наверное они гранитом торгуют а мне интересно как сейчас будут снимать фильмы я имею ввиду Голливуд между прочим фильмы снимали не только в Голливуде а и в Нью-Йорке тут тоже есть киностудии которые а нет нет это не это не какой-то магазин гранита там что-то на на двери вывеска была на арабском я не знаю затрудняюсь сказать что там такое ну в общем наверное может быть они там собираются и вот комьюнити ну как это по-русски в общем сообщество собрало деньги в общем сделало такой фасад посмотрите просто еду я не знаю насколько вам хорошо видно естественно это не камера 360 градусов я естественно верчу головой я вижу вокруг одни фрики ну как ну как фрики ну вот одни люди несчастные бездомные нищие больные в общем зрелище удручающее зрелище удручающее но никто не знает как там чиж Нью-Йорк чё там поет чиж Нью-Йорк восхваляет этот город по-прежнему ему все еще нравится или уже пасть закрыл водитель Убера я не знаю я не смотрю эти каналы мне времени жалко ссылки давать не надо но просто если кто-то видел напишите в комментариях я в комментарии прочитаю так посмотрим мы по gps куда мы тут едем не хочу ездить вечно ребята тут мы повернем с вами налево да тут мы с вами повернем налево и и тоже сегодня наблюдал забирали мусор там где я стоял куча мусора была часть кучи забрали часть кучи не забрали хрень какая-то поэтому мусор и валяется везде потому что они что-то берут что-то не берут проехал как говорится выражение такое знаете тютелька в тютельку да из-за того что у меня время есть мне еще до загрузки 2 часа поэтому я вот решил чуть-чуть тут покружиться и вам показать может быть ближайшее время я и не буду нью-йорк показывать хотя я не знаю я аж еще раз говорю на данный момент я вообще не выбираю никакие грузы если раньше еще были какие-то варианты я мог я старался выбирать нью-йорк потому что здесь приезжая сюда здесь все-таки там чуть больше платили ну вот то сейчас вообще как бы надо брать все что дают уже носом крутить не вариант вот с левой стороны сейчас мы стоим но не все видят разве что может быть в эту камеру там чуть-чуть стена кладовочка я вам их очень много уже показывал там хранят свои пожитки те кто вылетел из арендного или собственного жилья знаете ребята я так конечно понимаю что довольно длинный будет репортаж вот но извините вы можете его либо в ускоренном темпе либо останавливать а потом продолжать смотреть там где там где вот к примеру монреале я показывал разные районы там можно было его порезать на куски здесь здесь уж ладно пусть будет длинным одним куском потому что как говорится для полноты картины и днем и ночью вот посмотрите очень хорошее интересное здание я так понимаю что это очень старое здание что это за здание я к сожалению и не знаю хотя я здесь проезжал многократно какой-то замок маркиза 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 карабаса значит это пересечение улиц бетфорд авеню и атлантик авеню надо посмотреть что это за здание по гугл мэп о бедный вот что-то блин жалко их реально жалко у меня нету никакой мелочи так вот едешь смотрит что вокруг только ходят знаете как стая голодных знаете есть выражение стая голодных собака тут стая голодных людей голодные собаки только ходят и в поисках где бы еды найти а здесь голодные люди с той же самой целью да общем делайте выводы сами я понимаю к примеру в россии тоже люди недовольны все-таки мне кажется у вас ситуация получше во первых и ладно не буду как бы не буду рассуждать сами решайте не хочу никому навязывать свое мнение сами решайте что это как Продолжение следует... На флаше на авеню повернем налево и поедем по хайвею, который я вам уже многократно показывал. Проедем по нему с камерой на крыше. Продолжение следует... Что в Канаде, что в США... Стараюсь, чтобы не было никаких сомнений. Чтобы никто не упрекнул в том, что что-то наврал. Так, что-то болтают, знаете, так... Немножко для фона. А так сами все можете видеть, делать свои выводы. Видите, реально город пустой. Машин мало. Они есть, но мало. Людей... Но ходящих людей всегда было немного. Но машин-то было много. Вот тут представители еврейского народа. Бездонная такая несчастная. Офигеть. Так что это представители еврейского народа. Собратья тех, кто владеет всеми деньгами мира. Вот мне интересно. Всем этим... Ротшильдам, Рокфеллером, Барухам и же... И же с ними. Вот им как бы не жалко этих людей в том числе. Похоже на то, что нет. Не жалко никого. Не жалко никого. Хорошо. 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 Хоро, что-то да. нигде не подлез стану прямо на две линии а тут с левой стороны бывает там кто-нибудь припаркуется и можно не вписаться если не вписался то понятно я его не зацеплю но надо уже маневра будет делать поэтому лучше так с запасом повернуть эти иудеи в общем-то ходят без масок в основном тоже не хочу комментировать сами делайте выводы и пишите свои комментарии эти ребята настроение не очень такое знаете думаю вы чувствуете по голосу настроение не из лучшего ладно поехали ну тут какая-то синагога была все окна все окна за за решетчатые такая мелкая мелкая решетка чтобы никто камни не бросал они уже научены на всех этажах даже на самых последних вы знаете я так вам скажу вот эти вот представители этого народа мировом масштабе какую-то вот травлю устраивают а вот эти люди потом страдают вот именно им потом и бьют окна так ладно выезжаем на шоссе там уже быстро пуля из города если что не поворачиваешь я думал ты поворачивай то есть или прямо будешь ехать я все таки наверное все таки разделю этот это видео потому что только здесь я он уже 45 минут на снимал чем не знаю посмотрим видите шоссе свободное так что полетели тут есть еще что показать а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...